Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. Я Екатерина Бондарева. Сегодня выпуски. Десять поручений. Борьба с недостатками в ручном режиме. Школьная страда. О строительстве социальных объектов. Партийный проект. Депутаты инспектируют ремонт подъездов. Посвящается Пушкину. В год юбилея со дня рождения поэта конкурс чтецов. Творчество и техника. Новый кружок показывает результаты. Об этом и многом другом прямо сейчас. Определить слабые места, увидеть и исправить недостатки. Руководители городской администрации и служб начинают рабочую неделю с обхода территории. Городской парк преобразился по чувству заботы тех, кто пришел убираться сюда в субботу. Недовывезенные мешки уберут в ближайшее время, уверяет директор парка. Не зря пришли и сотрудники наших служб, и в том числе сотрудники администрации и жители, и привели в порядок наш парк. Работа будет продолжаться. Если по субботникам, 20 числа будет общероссийский субботник, в пользу случаем, конечно, приглашаю всех принять участие. Пока мало отдыхающих, приводят в порядок детские площадки. На фабричном проезде есть куда приложить руку на грядущем субботнике. Заместитель главы администрации Андрей Морозов обращает внимание, такие ограды полисадников портят внешний вид микрорайона. Управляющая компания обещает привести в порядок зеленую зону под окнами. Не вся территория около жилых домов еще находится в надлежащем состоянии. Где-то у нас еще территория не вышла, наверное, из 80-х годов, вкопаны покрышки. Необходимо, конечно, все приводить в надлежащий вид, чтобы было все удобно для жителей, красиво и радовало глаз. Предприниматели проигнорировали не только субботник, но и закон о благоустройстве, предписывающий держать в чистоте окружающую территорию. Не радует и магазин с нарушениями товарного соседства. По всем выявленным недостаткам даны поручения службам об исправлении. Также МОЗ «Автодору» напишут повторное письмо об устранении разбитого тротуара вдоль дома 26 по улице Первомайской. Строительство соцобъектов в Ивантеевке лично держат на контроле глава города Максим Красноцветов. Ход работ по возведению школы на студенческом, пристройке к седьмой школе, а также реконструкцию стадиона труд. Максим Красноцветов проверяет совместно с подрядчиками. На стройплощадке новой школы на 1100 мест наблюдается серьёзное отставание от графика. Максим Красноцветов жёстко ставит перед подрядчиком задачу в самые сжатые сроки – максимально увеличить количество рабочих. На пристройке ситуация лучше. Здесь идёт строительство первого этажа. Заметно лучше идут работы и на стадионе. Административное здание уже растёт ввысь. Строители обещают, что с наступлением тёплого времени работы здесь, как и на остальных объектах, будут вестись активнее. Проверить от и до. Депутат Московской областной думы Сергей Кирселян совместно с Ивантеевскими коллегами проинспектировал ход текущего ремонта в подъезде дома 12 по Смуряково. Качество выполненного ремонта по программе губернатора на высоком уровне отмечают депутаты. В этом подъезде проведена комплексная работа – штукатурка, побелка, покраска стен в цвет, который выбирали сами жители, аккуратная систематизация проводов. Для верности парламентарии узнают мнение собственников о ремонте. «Мы поставили окна пластиковые, хорошо покрасили, всё проветривают, щумом не нарушают». «Хочу пожать в вашу руку, спасибо. Хороший отец». Представители управляющих компаний рассказывают, что стараются обновлять внешний вид подъездов каждые 5-7 лет. Общая стоимость ремонта в этом подъезде – порядка 189 тысяч рублей. Рейды по качеству ремонтных работ в Ивантеевских подъездах депутаты проводят регулярно. Это происходит в рамках партийного проекта «Единой России. Школа грамотного потребителя». Всего же в этом году в Ивантеевке отремонтируют 140 подъездов. В этом году Александру Сергеевичу Пушкину 220 лет. Городской конкурс чтецов в честь этой даты получился международным. Школьники из Белоруссии, приехавшие в 8-ю школу по обмену, тоже читали произведения поэта. Городщики в ответ, мы объехали весь свет, торговали с соболями, чернобурыми лесами. Дети соревнуются в декламации, театральном мастерстве, представляют исследовательские работы. Например, роль Пушкина в создании современного русского языка. Разбиты по возрасту, участвуют все 8 школ Ивантеевки. Князь пред нею стал божицей, что пора ему жениться, что об этом, обо всем передумал он путем. Театральным костюмам могут позавидовать взрослые театры. В жюри преподаватели литературы и русского языка. Театральные номера помогают оценить заслуженный артист России, художественный руководитель музыкально-драматического театра Ивантеевки Евгений Баучевский. Сегодня нами заметили, там, где хоть какая-то работа произведена, они говорят по-русски. Вот это 220 лет Александру Сергеевичу. Потому что на его сказках можно учить русский язык. Поучаствовать в конкурсе впервые приехали 6 школьников из Беларуси. Это ответный визит. В январе дети из Ивантеевки приезжали в Светлогорск, Братской Республике. Это значит, что мы с вами растим поколение, которое будет уметь дружить. По произведениям Александра Сергеевича сняты фильмы, поставлены спектакли, написана музыка. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую вещью клюет за окном. Каждая сказка, да и любое сочинение Пушкина, и еще и народная мудрость. В театральном конкурсе первые места в разных возрастных категориях заняли ученики 1-й, 8-й школы и 6-й гимназии. В призерах по различным номинациям дети из всех школ Ивантеевки. В этом году в Центре развития творчества детей и юношества появилась новая студия «Детское кино». Наша съемочная группа поинтересовалась юными конкурентами на Ниве ТВ Продакшн. Сами себя назвали «Инфантем-фильм», задумавшись на перспективу продвижения в интернете. На первых занятиях знакомились с классикой кино, профессиями, азами производства. «Кино – это свой мир. Ну, как в мультиках можно. Режиссер, как бог, может придумать свою планету, населить ее своими героями. Так в кино можно придумать такой сюжет какой-нибудь необычный». Алена Викторовна сама закончила в ГИК. Она художник-постановщик мультипликационных фильмов, член Союза кинематографистов. Сегодня нам показывают первые работы, которые начали снимать спустя пару месяцев от начала занятий. «Мы работаем активно и достаточно быстро. У нас, получается, пока фильмы не прямо уж так фильмы, но, получается, сюжет есть». Фотоаппарат для съемки предоставил Центр творчества. Штативы мнется руководитель, принесла из дома. Ну, а уж собственные гаджеты у каждого в кармане. «Меня, наверное, захватывает больше всего, насколько здесь креативные люди. Они много чего интересного придумывают. Такая дружеская обстановка здесь просто царит». Возраст от 9 до 17. Каждая, как говорится, и швец, и жнец. «Я же не знаю, кем я буду в будущем. Может быть, я стану оператором, режиссером, сценаристом. Поэтому я прихожу сюда, чтобы научиться этому». «Девчонки у меня снимают блоги. Они сами все операторы. Сама учусь, у них учусь». Сегодня операторы Николая Пантюшина мучают вопросами. Как выставлять свет, какое оборудование нужно, чтобы использовать хромакей. Разговоры идут профессиональные. До мая студия технического творчества планирует принять участие в конкурсах, которых по данной теме объявляется немало. А на будущий год мечтают и о пополнении техники, и привлечении мальчишек в студию. В завершении выпуска о погоде. Завтра тепло. Днем температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла. Дождя синоптики не обещают. На этом наш выпуск подошел к концу. Я, Екатерина Бондарева, прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»